Четыре года обивали пороги городских инстанций в поиске честно заработанных денег. С такой проблемой столкнулся коллектив торгового дома «Симбирская птицефабрика». По информации прокуратуры, с августа 2016 по сентябрь 2017 года директор предприятия забывал перечислять деньги некоторым из своих сотрудников. Компания поставляла в торговые точки города мясо птицы и яйца от местных производителей. Три года назад областные птицефабрики вошли в стадию банкротства, продолжать деятельность торгового дома в качестве перекупщика оказалось невыгодно. Собственности у компании не было. Прибыль распределялась на расчеты с контрагентами и аренду помещений. Мы уже не надеялись, конечно, на какой-то успех. У нас там было 18 человек, у каждого там по-разному. У кого-то за несколько месяцев, у кого-то там за месяц. Суммы, конечно, небольшие, но для нас, так как зарплата у нас была не очень высокая, для нас эти деньги, конечно, сыграли роль. Любовь Васильевна в компании проработала больше 10 лет. Последние 5 месяцев фактически в качестве волонтера. С начала 2017 года ООО «Торговый дом Симбирской всефабрики» образовала задолженность по зарплате в сумме 670 тысяч рублей перед 18 работниками. Принятыми органами прокуратуры мерами данная задолженность по зарплате была погашена в 2020 году благодаря комплексным мерам, в том числе рабочим группам и работе с учредителями данной организации. По результатам проверки директор птицефабрики привлечен к уголовной ответственности. В целом за 2020 год инициировано возбуждение 7 уголовных дел, связанных с невыплатой заработной платы. На сегодняшний день сотрудникам различных предприятий компенсировано порядка 130 миллионов рублей. Продолжение следует...